На территории Одесского НПЗ продолжаются маски-шоу. На этот раз они сопровождались автоматными очередями. В руководстве заверяют, что завод уже несколько недель грабят. Это может грозить техногенной катастрофой для всей области. О какой катастрофе идет речь, подробнее наши корреспонденты. Напуганные сотрудники, автоматчики в масках, очереди из калашей. А вокруг 70 тысяч тонн нефтепродуктов, которые могут взлететь на воздух даже от одной пули. События на Одесском нефтеперерабатывающем стали развиваться по сценарию боевика еще в ноябре. Неизвестные в масках и молодчики с битами ворвались на завод якобы, чтобы вернуть стране нефтепродукты беглого младомиллиардера Сергея Курченко. Их цена 55 миллионов долларов. Топливо хранится там в резервуарах, под арестом. Но почему-то завода его повезли не на аукционы, чтобы продать и направить деньги в бюджет. Увезли вас в Айаси. Беззавозами топливо вывозилось. На прошлой неделе, когда были снегопады, оно активно вывозилось. Куда его заставили, мы не можем сказать. Я знаю одно, что, как мне кажется, базу Одесского нефтепродукта, оно не попало. В неизвестном направлении уже исчезли нефтепродукты на 10 миллионов долларов. Еще 10 тысяч тонн дизеля откачали на перевалочную базу «Укртранснефтепродукта» предприятия группы «Приват». Но никаких аукционов по продаже не проводили. Кто вывозил? Это, насколько нам известно, батальон «Днепр-1». У некоторых поставались нашивки. Вчера или позавчера уже была стрельба на заводе. Там вы поймите, что если они выстрелят куда-то не туда, или попадут в цистерну какую-нибудь, то может быть техногенная катастрофа. На заводе остались еще 57 тысяч тонн нефтепродуктов. Знают ли в правительстве, что у них под носом просто воруют топливо? Мы спросили у Минэнерго. Но в ответ на наш запрос – тишина. Адвокаты, ведущие дело об аресте нефтепродуктов, уверены – кто-то хочет вывезти все, а завод обанкротить. Это доведение его до абсолютного краха и потом придбание уже потребными структурами, соответствующими особами по цене металлобрухта. Вся нефтегазовая отрасль сконцентрируется в одних единственных руках. И тогда группа приват, будем так говорить, возможно, станет монополистом этой области. Почему в правительстве закрывают глаза на откровенный грабеж и не видят, что арестованные нефтепродукты попадают на частные заправки? Это вопрос и к министру, и к генеральному прокурору, и к службе безопасности. Ведь если видят и закрывают глаза – это уголовное преступление. Оксана Григорьева, подробности, телеканал Интер.